В Ненецком округе впервые прошла национальная премия «Бизнес-успех» для предпринимателей. 26 февраля в Арктике собрались 16 участников, которые представили свои проекты перед жюри. Подробности в сюжете нашей коллеги Елизаветы Кабановой. Бизнес – это не просто серьезные дяди и тети. За каждым делом стоит личность и ценности, которые человек несет в общество. Организаторы премии «Общественная организация предпринимателей «Опора России» признаются, что «Бизнес-успех» – это история о популяризации предпринимательства. Телевидение 90-х, начало 2000-х показывало эту сферу негативно, так как в то время создание своего дела было чем-то новым и непривычным. Показать предпринимателя-созидателя, предпринимателя, который заботится о будущем своей страны, вытащить лучшие практики для людей, для предпринимателей, которые участвуют в этом. Это возможность, во-первых, заявить о себе сначала на региональном уровне, потом на федеральном уровне. Премия не только показывает предпринимателя с другой стороны, но и работает как хорошая площадка для продвижения. Шесть победителей из Ненецкого округа смогут рассказать о своем деле на федеральном уровне и обрести связи, которые помогут им в развитии своего бизнеса. А национальная предпринимательская премия «Бизнес-успех» позволяет узнать, увидеть, получить новых партнеров, узнать новых инвесторов, достучаться до новых клиентов и вообще стать более заметным и в среде предпринимателей, и вообще в обществе. Для предпринимателей этот день был достаточно нервный, но все же, как признаются участники, опыт действительно незабываемый. Ведь помимо представления своего дела, их ожидали мастер-классы, где они получили инсайды, которые важны для развития. Предприниматели, получившие «Золотой домкрат», поделились своими эмоциями с нашей съемочной группой. Эмоции непередаваемые. Не ожидал вообще, что получу награду. Было очень приятно даже здесь присутствовать, как участника. Вы знаете, я еще до сих пор не отошел. У меня буря эмоций внутри. Приятно получить такую награду. Очень приятно. Эксперты также по достоинству оценили высокий уровень конкурсантов. Как поделился с нами один из членов жюри, несмотря на хороший уровень, выбрать победителей было несложно. У каждого эксперта есть свои критерии отбора, из которых впоследствии складывается оценка. Уровень предпринимательства сегодня стал совсем другим. Сегодня все используют современные технологии. Сегодня мы уже знаем и видим, как люди развиваются. Причем это может быть маленькая идея. Вот какой-то реализации своей мечты, например, создание бассейна, да, до каких-то больших с абсолютной вещей. Это производство кормов из отходов, производство, которое существует. То есть, знаете, предпринимательство – это всегда ответственность и поиск возможностей, казалось бы, там, где их совсем нет. Поэтому мы очень обрадовались тому, что здесь такой высокий уровень предпринимательства. В номинации «Лучший женский проект» победу одержала Ольга Суховарова и ее мастерская «Нарей». Лучшим молодежным проектом стал Центр семейного плавания «Дельфиненок» Екатерина Несвятай. «Заполярный олень» был признан лучшим производственным проектом. Победителем в номинации «Лучший проект в сфере торговли и услуг» стал владелец кафе «Артишок» и производитель «Экоджерок» Иван Сартаков. Кострезная мастерская Дмитрия Безумова-Сырлы была признана лучшим проектом в сфере туризма. В дополнительной номинации «Народный предприниматель» победитель определялся голосованием среди местного населения. Кафе «Марио» Марии Шостаковой было выбрано большинством жителей. Специальный приз у джюри получил производитель бубнов из кожи оленя Валерий Гудырев.